Будущее уже здесь. Сегодня в Ханты-Мансийске начал работу 13-й международный IT-форум. Его участники, эксперты, разработчики и бизнесмены из 70 субъектов России и представители 45 стран мира. В деловой программе обсуждение влияния цифровизации на личность, искусственный интеллект в государственных услугах и, конечно, вопросы кибербезопасности. Кстати, с разработчиками и флагманскими продуктами можно познакомиться на традиционном IT-мероприятии выставки. В этот раз акцент на лучшей практике в импортозамещении высокотехнологичной продукции. Посетители экспозиции смогут подержать в руках молекулу, сложить из них химическую формулу при помощи VR-очков. Есть среди экспонатов оборудование, которое дает оценку состоянию здоровья. Стоит лишь протянуть руку и вся информация на экране. Всего 52 компании представляют на выставке свои инновационные разработки. В этом году появилось много активных зон для детей и площадок дополненной реальности. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте. Югра, добавлю, представит свои достижения в решении задач по обеспечению жителей труднодоступных населенных пунктов интернетом. Еще из интересного, это наш проект IT-стойбища, мы его упаковали в готовый продукт, который тоже предлагаем использовать тем странам, для которых это актуально, в горной местности или удаленную территорию. Все эти наработки наши мы все будем показывать на IT-форуме и пытаться продать как проект или продать уже готовый некий продукт. Отмечу отдельно, выделена на форуме и женская повестка. Она рассчитана на представительниц предпринимательского сообщества. Состоится традиционное выездное заседание Совета по информационным технологиям на тему IT-отрасли в новых экономических реалиях. И, наверное, такой новинкой мы каждый год делаем женскую повестку. В этом году у нас будут женщины бизнеса. Очень большая площадка, 10 регионов представлено. Женщины-предприниматели едут погрузиться в новую тему. Я думаю, это будет очень интересно на самом деле.